Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Фестиваль кофейной культуры Кофе Восток уже в третий раз пройдет во Владивостоке с 6 по 8 июля. Чемпионаты Бориста, форум кофейной лекции, семинары и дегустации, кофейно-чайная выставка, маркеты фудкорта, также выставка кофе плюс искусство. Организаторы уверены, фестиваль поддерживает и развивает культуру потребления качественного кофе на Дальнем Востоке. Мероприятие пройдет в торговом доме Большой Гум и в старом дворике Гума. Вход свободный. На казачью донскую комедию «Бабий бунт» приглашает театр молодежи. Сюжет прост. Казачки решили проучить своих мужей за женихов, за беспробудное пьянство и убеждение, что баба не человек. Что из этого получилось? Смотрите в этой веселой музыкальной казачьей оперетти. Начало в 19.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. А в летнем кинотеатре в Покровском парке рядом с бывшей часовней накануне Дня семьи, любви и верности состоится показ художественного фильма «Семейное счастье». Начало в 20.40, вход свободный, предусмотрен горячий чай. Торжественное открытие персональной выставки фотографа Ивана Ефремова под названием «Дебют» состоится в Приморском краевом центре народной культуры. В экспозиции представлены избранные работы за последние три года. Начало в 17.00, вход свободный. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише. Гонка героев пройдет на полигоне «Горностай». Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране. Для болельщиков организованы комфортная фан-зона и шоу-программа. Начало в 10.00, стоимость билетов от 300 до 1800 рублей. На первую на Дальнем Востоке выставку экзотических животных «Экзотический период» приглашает городской дворец детского творчества. Гости увидят как гигантские фермы с разными тропическими насекомыми, так и хищных птиц и лис. Выставка открывается в 10.00, вход свободный. Виск покрышек, много дыма и захватывающий парный дрифт. Второй этап открытого чемпионата Владивостока по дрифту DSL, в котором примут участие спортсмены со всего Приморья, пройдет на автодроме «Змеинка». Начало квалификационных заездов в 12.00, парных в 14.00, вход свободный. Открытие скульптуры «Семь сопок Владивостока» состоится на спортивной набережной. Проект «Семь сопок» доказывает, мы сами создаем пространство вокруг себя и можем реализовывать свои идеи. Самый важный ресурс – время и ценности. Открытие пройдет в формате вечеринки презентации. Вход свободный. Презентация книги Максима Жука «Путь к замку» или курс лекции о Франце Кавке состоится в Центре современного искусства «Заря». Максим Жук – филолог, преподаватель литературы, организатор и лектор просветительского проекта «Культурная интервенция». Его книга посвящена творчеству Франца Кавке в контексте культуры и литературы XX века. Это неакадемический труд, написанный сложным научным языком, и не поверхностная брошюра в жанре «Кавка» за пять минут. Средства на издание книги были собраны с помощью краудфандинга. Начало в 12.00, вход свободный. А Приморская филармония приглашает на праздничную эстрадную концертную программу «Ко дню рыбака». Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. Научить умываться котенка трудное, надо признать, работенка. Огорченно поют в новом музыкальном спектакле шутки «Строгий Коля», «Добрая Оля», «Верная собака», «Мудрая ворона» и таинственный маг Амба-карамба, которые безуспешно пытаются научить его быть аккуратным. На спектакле «Как научить умываться котенка» по одноименной пьесе Маши Лукашкиной малышей приглашает театр кукол. Начало в 12.00, стоимость билетов 270 рублей. Все, кто увлекается аниме и кто хочет научиться рисовать в стиле манго, на мастер-класс «Рисование в стиле аниме» приглашает «Фабрика Заря». Начало в 12.00, стоимость участия 500 рублей, обязательно регистрация. Пока на этом все, хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.